Всем доброго-доброго времени суток. Вас приветствует команда «Видопульс» и у нас сегодня с вами бесплатный вебинар оценки функционального состояния органов пищеварения на аппаратно-программном комплексе «Видопульс» и направление пищеварения в желудке. Наш несменный и замечательный эксперт Елена Алексеевна Арчебасова. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы начинаем большой раздел, который будет посвящен физиологии органов пищеварения для начала. Также мы будем говорить о особенностях исследования на аппаратно-программном комплексе «Видопульс» определенных изменений, которые могут возникнуть в результате нарушения функционирования системы органов пищеварения. Перед тем, как мы начнем сегодня говорить о пищеварении в желудке, о тех изменениях, которые могут возникнуть при функционировании желудка, давайте проверим, как у нас с вами установлена связь. И я бы вас попросила в чате тех, у кого есть «Видопульс», просто наберите цифру 1, тех, у кого нет аппаратно-программного комплекса, просто наберите цифру 2. Спасибо большое. Итак, мы продолжаем. Сначала мы с вами познакомимся о том, что же такое в целом система пищеварения. Итак, пищеварение – это процесс, который затрагивает механическую и химическую обработку пищи в желудочно-кишечном тракте. Нужно сказать, что это очень сложный процесс, при котором происходит затрата нашего количества энергии. Если мы будем говорить о том, что происходит в желудочно-кишечном тракте, мы должны себе представить, что желудочно-кишечный тракт – это действительно тракт, так как он имеет протяжение несколько метров, начиная от ротовой полости и заканчивая непосредственно уже анальным отверстием. На своем пути пища, проходя через все отделы желудочно-кишечного тракта, утвергается воздействию множества пищеварительных соков, в которых содержится много различных ферментов. Задача химической обработки пищи под влиянием этих ферментов заключается в том, чтобы из макромолекул, из которых состоит пища, были образованы более мелкие составляющие, которые мы будем называть мономеры. И именно мономеры, составляющие крупных молекул, будут уже в дальнейшем всасываться из просвета желудочно-кишечного тракта непосредственно во внутреннюю среду организма, то есть в кровь и лимфу. А затем все, что попадает во внутреннюю среду организма, а это мономеры, к которым будем относить аминокислоты, а это глюкоза, а это жирные кислоты, как мономеры липидов, уже будут использоваться организмом на его нужды. Как устроена система пищеварения? Ну, посмотрим, давайте, общее, так скажем, представление. Все начинается с ротовой полости. Затем пища из ротовой полости попадает в глотку. Оттуда по пищеводу она поступает в желудок, а уже из желудка тонкий и толстый кишечник. Но помимо этих вот пищеварительных трубок, к системе пищеварения относятся также еще железы, которые принимают самое активное участие. В пищеварении и в усвоении. Это печень и поджелудочная железа. О значении печени и о роли поджелудочной железы мы будем с вами говорить на следующем вебинаре. Итак, вначале пища попадает в ротовую полость, где происходит обработка ее секретом под названием слюна. Следующий отдел – это уже желудок. И здесь пища подвергается действию желудочного сока. В тонкую кишку изливаются два сока. Это сок поджелудочной железы, панкреатический сок, потому что поджелудочная железа – это панкреус по латыни. И желчь, как секрет печени. А также это сок тонкой кишки и сок толстой кишки. То есть, если мы посмотрим, что за сутки у человека появляется несколько пищеварительных секретов, и примерно каждого из них, за исключением сока после кишки, появляется в пределах двух литров, то видно, что за сутки система пищеварения у человека вырабатывает около 10 литров различных пищеварительных соков, что само по себе уже является очень аргозаградным процессом. Итак, вначале пища попадает в ротовую полость, где подвергается влиянию слюны. Слюна выделяется тремя парами крупных слюных желез. Вот они здесь изображены, где они у нас находятся. Слюны выделяются за сутки примерно около полутора литров. Даже сложно себе представить, да, что за сутки выделяется полтора литра слюны. Выделяется, конечно же, она неравномерно, выделяется в зависимости от приема пищи, от качества пищи. Можно сказать, что слюна у нас с вами состоит на 99% из воды, это жидкий субстрат, и 1% это так называемый сухой остаток. Но мы подробно про это, конечно, говорить не будем. Давайте только обозначим основные компоненты, которые присутствуют в слюне. Ну, прежде всего, это органический компонент, который представлен различными ферментами. Наиболее важную роль играет фермент слюны, который называется альфа-амилаза. Этот фермент, который участвует в расщеплении углеводов. То есть из всех пищевых компонентов, а это белки, жиры и углеводы, в ротовой полости начинается гидролиз, пока только углеводов. Ни липиды, ни белки гидролизу в ротовой полости не подвергаются. Далее, лизоцин. Лизоцин – это вещество, которое обладает бактерицидными свойствами, то есть препятствует развитию различных бактериальных процессов и развитию инфекции в целой полости. И нужно сказать, что есть еще одно очень важное вещество, которое называется муцин. Это слизеподобное вещество, которое способствует тому, что образуется очень гладкий пищевой комок, который в дальнейшем будет легко проглатываться. Ну, а также нужно сказать, что в ротовой полости пищи подвергается и механической обработкой, то есть, соответственно, она пережевывается, измельчается, плюс влияние слюны. Пища обрабатывается таким образом, что вот формировался пищевой комок. Вот итог обработки пищи в ротовой полости. Обезвреживание, измельчение, формирование пищевого комка и в итоге глотание. Итак, пища проглатывается. Нужно сказать, что пища в ротовой полости находится недолго. Если питаться правильно, не быстро, не хватать, а нормально питаться, нормально пережевывать пищу, то в среднем пища в ротовой полости находится около 15 секунд. Довольно-то незначительное время. Итак, пища проглатывается и по пищеводу она поступает уже в желудок. Значит, пищевод представляет из себя вот одну, вот таким отдел пищеварительной системы, пищеварительная трубка, которая соединяет как раз вот глотку с желудком и доставляет пищу непосредственно в желудок. Длина этой трубки пищевода где-то примерно 25 см. Пища там находится недолго, жидкость так вообще быстро за несколько секунд достигает желудка. Более сухая, твердая пища более длительное время движется по пищеводу. Итак, пища попадает в желудок. В желудке пища депонирует, то есть она может там накапливаться. Дальше в желудке происходит обработка пищи секретом желудочных желез, желудочным соком. И основное, что здесь происходит, это происходит гидролиз белков. То есть мы с вами сказали, что в ротовой полости начался гидролиз, то есть расщепление углеводов, в желудке начинается активный гидролиз или расщепление белков. И то, что уже находится в желудке, в желудке пища может находиться несколько часов, в зависимости от ее характера. То есть пища тяжелая, допустим, мясная, жирная пища, может находиться и 6, и 8 часов. Более легкая пища, конечно, находится гораздо меньшее время. Так вот то, что находится уже в желудке, мы пищу уже не можем назвать, потому что то, что там находится, это уже называется химус. Так вот, в дальнейшем химус, то есть желудка постепенно начинает выделяться в кишечник, в начальный отдел, это 12-перстная кишка, причем химус выделяется туда не весь сразу, а выделяется порциями. Итак, желудок. Такой вот орган, который располагается у нас в левом подреберье, которого выделяют большую кровизну, малую кровизну. Полый мышечный орган, его мышечная оболочка имеет 3 слоя, мышцы сокращаются, и в результате этого сокращения желудок может вместить в себя довольно большой, скажем, объем пищи. И в результате сокращения мышц химус будет двигаться в каудальном направлении по отношению к 12-перстной кишке. Итак, пища может находиться длительное время, выделяется желудочный сок, вывергается пища обработки, образуется химус. Из чего же состоит желудочный сок? Желудочный сок состоит из трех основных компонентов. Мы немножечко про каждый из них сегодня поговорим. Ну, прежде всего, нужно сказать, что за сутки выделяется у человека где-то около 2 литров желудочного сока. Опять выделение происходит неравномерно, выделение происходит в зависимости от приема пищи, от качества пищи. Соответственно, вне приема пищи желудочного сока будет выделяться минимальное количество. Тогда, когда человек ест, желудочного сока будет выделяться максимальное количество, и он будет отличаться по своему составу, а именно по кислотности и по ферментативному составу. Так, что же есть в желудочном соке? Ну, в желудочном соке, давайте начнем с того, что там есть соляная кислота. То есть в желудочном соке в чистом виде присутствует аж пор. Нужно сказать, что это мощный агрессивный фактор, который выделяет желудок. Но без оптимального количества соляной кислоты не будет происходить процесс пищеварения в желудке. Это первый компонент, мы назвали соляная кислота. Следующий компонент желудочного сока – это ферменты. Ферментов здесь довольно много, но в основном они представлены одной группой ферментов, которая относится к протеолитическим ферментам. Слово «протеин» означает белок. Отсюда можно сделать вывод, что эти ферменты протеолитические, они участвуют в расщеплении, то есть в гидролизе белков. Конкретное название этих протеолитических ферментов – это пепсиногены. Если мы видим название пепсиногены, то есть окончание в целом гены, это говорит о том, что ферменты выделяются изначально в неактивной форме. И уже в дальнейшем они будут превращаться в свою активную форму, которая будет называться пепсины. Итак, в желудке содержатся пепсины, которые являются ферментами, расщепляющими белки. Третий компонент желудочного сока – это слизь. Вот три компонента, каждая из которых выполняет свою определенную функцию. Какую функцию выполняет каждый из компонентов? Начнем со слизи. Слизь – это компонент, который выполняет защитную функцию. От чего же защищает? Слизь защищает слизистую оболочку желудка от агрессивного воздействия. Агрессивного воздействия прежде всего самой соляной кислоты, которая присутствует в желудке. То есть от химического фактора. А слизь также защищает слизистую оболочку желудка и от механических повреждений. Ну, будем так говорить, от каких-то грубых компонентов пищи, которые попали в желудок. Помимо этого, слизь еще выполняет одну функцию. Посмотрите. Благодаря слизи в желудке и только в желудке происходит всасывание витамина В12. Соответственно, этот фактор, который содержится в слизи и помогает всасываться витамина В12, он называется фактор Кастла. При отсутствии этого фактора витамин В12 не всасывается, а витамин В12 – это компонент, который необходим для образования эритроцитов в клеток крови. Соответственно, при нарушении всасывания витамина В12 будет развиваться анемия. Мы как-то говорили уже с вами про анемию и говорили, что причин развития анемии множество. Так вот, одной из причин развития анемии является нарушение всасывания витамина В12. Соляная кислота. Соляная кислота – компонент желудочного сока, без которого, как сейчас я уже сказала, не может произойти процесс пищеварения, выполняет ряд функций. Именно при наличии соляной кислоты неактивная форма ферментов желудочного сока, а именно пепсиногены переходят в свою активную форму и становятся пепсинами. Не будет кислой среды, не будет образования пепсинов. Соответственно, не будет происходить нормальное переваривание белков. Значит, в желудке соляная кислота создает оптимум PH, то есть создает кислую среду для того, чтобы там работали ферменты. Сама соляная кислота начинает, запускает процесс переваривания белков, то есть делает их готовыми к тому, чтобы с ними могли работать ферменты, то есть принимает участие в денатурации белков. Далее, соляная кислота выполняет бактерицидную функцию, то есть бактерицидная защита. Желудок своим кислым содержимым за счет соляной кислоты на пути движения пищи является таким своеобразным барьером для проникновения различных микроорганизмов, то есть различные микробы, бактерии, которые с пищей, иногда с немытыми руками, попадают в желудочно-кишечный тракт, некоторые из них, нужно сказать, довольно многие, обвергаются бактерицидному действию со стороны соляной кислоты, таким образом, это защитная функция нашего организма от развития желудочно-кишечной инфекции. Дальше, соляная кислота принимает участие в регуляции моторной функции желудка, то есть обеспечивает эвакуацию химуса из желудка в 12-перстную пешку, именно вот этот порционный переход до химуса через сфинктер, который находится между желудком и 12-перстной пешкой, называется он филорический, порциями выделяется уже непосредственно в дуодену, в дуодену 12-перстная пешка. Это роль соляной кислоты. Следующий компонент желудочного сока это ферменты. Сказали ферменты пепсины, ферменты протеолитические, принимают участие в гидролизе белков. Пепсинов несколько групп, то есть это не один большой фермент, это несколько групп ферментов, каждая группа состоит из нескольких ферментов. В чем их особенности? Особенности их заключаются в том, что они работают при различных показателях ПАЖ. Некоторые пепсины работают в самой кислой среде, а самая кислая ПАЖ в желудке это в начале этапа пищеварения. Другие подключаются, когда ПАЖ становится не такая кислая, то есть это где-то уже разгар пищеварения, то есть пища в желудке есть, и кислотность несколько снижается. Есть ферменты, которые работают при, так скажем, довольно-таки высокой ПАЖ, это граница уже между кислым и щелочной переход, да, граница. И есть еще такой пепсин, который называют пепсин Д, химозин, он же еще называется ренин. Этот пепсин, нужно сказать, его активность высока в детском возрасте. У взрослых этот пепсин малоактивен, потому что, как вы видите, этот пепсин работает исключительно с белками молока. И у детей, особенно детей грудного возраста, которые в основном находятся на молочном питании, он принимает участие в створаживании молока. молекула белка. давайте посмотрим, что происходит с белком под влиянием ферментов. Вот сложная молекула белка. Под влиянием пепсинов эта сложная молекула белка, видите, она как бы делится, гидролизуется, будем так говорить, расщепляется на более простые компоненты, более простые компоненты, которые будем называть полипептиды и олигопептиды. Ну, полипептиды это несколько аминокислотных цепочек, олигопептиды это несколько аминокислот. Мономером же в результате работы ферментов будет являться аминокислота. Именно аминокислота будет в дальнейшем всасываться. То есть в организм поступает сложная белковая молекула, она не может проникнуть в кровь, то есть во внутреннюю среду организма и под влиянием ферментов происходит ее дробление на составляющие. Так вот в желудке происходит пока такой вот подготовительный этап. Образуются определенные элементы, тюпочки, а отдельных аминокислот пока еще очень-очень мало. Дальнейшее пищеварение будет происходить в 12-й версии. Но об этом мы узнаем на следующем вебинаре. Помимо протеолитических ферментов, то есть тех, которые расщепляют белки, в желудке присутствует еще один фермент. Это фермент, который называется желудочная липаза. Судя по названию липаза, понятно, что этот фермент принимает участие в расщеплении липидов, то есть жиров. Значит, в желудке идет еще гидролиз жиров. Но нужно сказать, что желудочная липаза вот у взрослых людей, она неактивна. Почему? Потому что липаза, любая липаза, в том числе и желудочная, может работать только с жирами, которые эмульгированы. А в готовом виде эмульгированные жиры содержатся исключительно в молочных продуктах. Остальные все жиры подвергаются эмульгированию в 12-перстной кишке под влиянием желчи. Это опять же тема нашего следующего вебинара. А молочные продукты жиры содержат уже эмульгированные. Значит, соответственно, желудочная липаза будет опять же активна в детском возрасте, так как там преобладает в основном молочное питание. Мы с вами сказали, что желудочный сок выделяется в течение суток неравномерно. Он регулируется, выделение его регулирует. Вот это регулирование происходит в три фазы, то есть довольно сложный процесс. Я называю эти фазы, это сложная рефлекторная фаза, желудочная, кишечная. Подробно мы, конечно, останавливаться не будем. Мы только давайте посмотрим сейчас вот эту схему, так называемая рефлекторная дуга. В подробностях разбираться мы тоже не наша с вами задача. я хочу вам показать, что вот он желудок, вот он, да, что выделение желудочного сока начинается еще с того момента, когда пищи в желудке нет, а пища попадает только в полости рта, то есть здесь показан язык, то есть раздражает рецепторы полости рта, и уже с этого момента запускается рефлекторный механизм, который приводит к тому, что начинает выделяться желудочный сок. Тот сок, который выделяется первый, это сок очень кислый, очень низкая pH, это полтора, и в этом соке очень много ферментов, поэтому если в желудок в результате вот такого рефлекторного стимулирования пища не поступает, то желудочный сок, хотим мы того или не хотим, выделяется, в нем, как мы сейчас сказали, повышенная кислотность, то есть соляной кислоты много, соляная кислота является агрессором по отношению к слизистой оболочке желудка. Ярким примером, когда это работает, является жевание жвачки на голодный желудок, идет раздражение рецепторов полости рта, желудочный сок выделяется, в желудке ничего нет, происходит раздражение слизистой желудка, это приводит к изменениям слизистой, к воспалениям, к коррозивным изменениям, и вплоть до развития язвенного дефекта. Если же рассматривать физиологичный процесс, то после того, как пища в ртовой полости бывала, она попадает в желудок, попадает уже, как говорит, на подготовленную почву. Желудочный сок выделился, он кислый, в нем много ферментов, то есть все готово для того, чтобы участвовать в гидролизе, поступившей пищи. Нужно сказать, что желудочный сок выделяется не только тогда, когда пища в ртовой полости. Желудочный сок выделяется и тогда, когда пищи даже нет в ртовой полости. Пищу достаточно увидеть, услышать, почувствовать запах, поговорить о пище. Нужно иметь в виду о знакомой пище, о вкусной пище, с той, с которой связаны какие-то приятные воспоминания. И желудочный сок тоже начинает выделяться. Так называемый условный рефлекс. Итак, желудочный сок выделяется рефлекторно на запах и вкус пищи. Ну и, соответственно, при приеме пищи, начиная с ртовой полости. сам состав пищи тоже влияет на количество и состав желудочного сока. Давайте обратим внимание на то, что жирные продукты, они угнетают желудочную секрецию и жирная пища более долго находится в желудке. Мясо и мясные продукты, они повышают секрецию, но мясо это белковый продукт. Соответственно, на белковый продукт увеличивается желудочная секреция, так как ферменты принимают участие в гидролизе белков. То есть повышается и кислотность, и объем, и ферментативный состав меняется. Если питаться рационально, то есть в пище присутствуют различные пищевые компоненты продукта, состоящие из белков, жиров и углеводов, то, соответственно, происходит оптимальное отделение желудочного сока с нормальным содержанием, сбалансированным по ферментам и, соответственно, нужной условностью. Итак, пища находится в желудке, подвергается влиянию желудочного сока, образуется химус, в котором уже от белков остаются не белки, а продукты гидролиза, и мы видели, что это полипептидные цепочки, то есть это пептиды, могут появляться какие-то единичные аминокислоты, как мономеры. Если были эмульгированные жиры в составе пищи, которую человек употребил, то, соответственно, появляются продукты гидролиза и жиров. Продукты гидролиза и жиров мы будем называть триглицериды, это опять же компоненты крупной жировой молекулы, может появляться уже глицерин, как мономер. Углеводы в желудочном соке не подвергаются гидролизу. Углеводы, вспоминайте, они начали подвергаться гидролизу в ротовой полости под влиянием жены. И то, что там успело подвергнуться гидролизу, образовались продукты промежуточные гидролиза углеводов, это декстрины и глюкоза, они попадают в желудок и там в таком виде остаются. То есть в желудочном соке нет ферментов, которые бы расщепляли углеводы. Потому что ферменты, которые расщепляют углеводы, они работают только в щелочной среде. В желудке среда кислая. Значит, ферменты, расщепляющие углеводы, здесь работать не могут. Итак, пища, то есть не пища уже, а химус, постепенно начинает эвакуироваться в 12-ти верстную пушку. Как мы с вами сейчас видели, пищеварение в желудке обеспечивается определенными условиями. Условия – это наличие кислой ПАЖ, то есть выделение соляной кислоты. Так вот, при нарушении кислотообразующей функции желудка могут быть самые различные состояния. Значит, при гиперпродукции соляной кислоты, то есть содержание, вернее, показатели ПАЖ очень низкие, или мы будем говорить, кислотность очень высокая, это будет свидетельствовать о гипер ацидном состоянии. Гипермного ацидум – это кислота по латыни, то есть гиперацидное состояние, повышенная кислота. Если же идет обратный процесс, то есть нарушение кислотности идет в сторону ее недостаточности, то развивается гипоцидное состояние, гипомало ацидум кислота, то есть сниженная кислота. Могут быть такие состояния, когда кислота не вырабатывается вовсе, эта ситуация называется анацидность, а приставка это отрицание, совсем кислоты нет. Что при гипер, что при гипофункции, то есть выделении соляной кислоты, тем более отсутствии, происходит нарушение пищеварения в желудке. Понятно, что тогда, когда гипофункция идет по соляной кислоте, гипоцидное состояние, не будет происходить оптимального расщепления белков, соответственно, пищеварение будет неполноценное в желудке. Если же соляной кислоты выделяется много, кислотность повышена, это, опять же, нехорошо, потому что будет происходить изменение со стороны слизистой желудка, так как мы сказали, что соляная кислота является агрессивным фактором. Тема нашего сегодняшнего вебинара будет затрагивать вопросы язвенной болезни желудка. Здесь мы идем речь только о гиперцидном состоянии, то есть о повышенной кислотности. Итак, повышенная кислотность является признаком выхода из разновесия пиццы. То есть все, что касается нарушения пищеварения, в частности пищеварения в желудке, это, как правило, нарушение пицы. И указывает на избыток пицы в тонком кишечнике. Мы будем сегодня разбирать субдоши и посмотрим, что конкретно будет затронуто. Если говорить о проявлениях пицы, то это, прежде всего, основным проявлением является чувство сжения, так как повышенная кислотность, значит, чувство сжения это изжога, то есть заброс кислого содержимого из желудка в пищевод, чего в норме не происходит, и, соответственно, человек будет испытывать чувство сжения и изжоги. Отрыжка кислым, потому что кислотность высокая, тошнота, рвота, вот основные проявления. Теперь давайте мы поговорим непосредственно, да, несколько слов о том, что такое язвенная болезнь желудка. Выделяют язвенную болезнь вот здесь вот, здесь мы видим желудок, и, соответственно, желудок переходит в 12-перстную кишку. Есть язвенная болезнь желудка, есть язвенная болезнь 12-перстной кишки. Итак, язвенная болезнь желудка мы видим на слизистой оболочке идет образование дефекта слизистой. В результате того, что что факторы агрессии действовали на слизистую оболочку, но будем говорить, что это раздражающее действие соляной кислоты, и это агрессивное действие, оно было выше, сильнее, мощнее, чем факторы защиты, то есть работа слизи, как одного из компонентов желудочного сока. Вот такие дефекты образуются в слизистой желудке. Ну, во-первых, это выраженный болевой синдром всегда, особенно если попадает пища, то есть попадает пища, она механически воздействует на вот этот вот дефект слизистой, и отсюда возникает болевой синдром. Осложнениями язвенной болезни желудка являются два таких грозных осложнения. Первое – это кровотечение, язвенный дефект может, подвергаться кровотечениям, представляете, кровотечение в полость желудка. Это очень серьезная ситуация, которая может привести к летальному исходу. И второе грозное осложнение язвенной болезни желудка – это прободение язвы. Прободение язвы, то есть дефект всей толщи стенки желудка, и, соответственно, содержимое желудка будет выделяться в брюшную полость, что приведет к перитониту, грозному осложнению. Соответственно, сейчас мы назвали два осложнения, которые могут привести к летальному исходу. Ну и также выделяют язвенную болезнь 12-перстной пешки, это дефект слизистой 12-перстной пешки. Как правило, возникает в результате того, что кислая среда, кислое содержимое, будем так говорить, заползает через вот этот вот сфинктер на слизистую 12-перстной пешки. В норме ПАЖ кишечника – щелочная реакция. Кислоты здесь нет. Но если происходит такое, так называемое, наползание, то здесь тоже могут возникать язвенные процессы. Итак, значит, что является причиной язвенной болезни? Ну, сейчас уже установлено и официально принято, и считается, что причиной этиологии язвенной болезни является бактерия, которая называется Helicobacter pivori. И если проводить соответствующие исследования, то ее можно обнаружить в составе желудочного сока. Ну, мы сегодня с вами остановимся на факторах риска. То есть на предрасполагающих факторах, которые могут способствовать развитию язвенной болезни в желудке. И на некоторые из этих факторов можно повлиять и, соответственно, ну, либо купировать, либо избежать возникновения язвенного процесса. Итак, все факторы риска делятся на модифицирующие. Модифицирующие, на те, которые человек может сам влиять. Ну, прежде всего, это нарушение питания. Вот мы вам сейчас один из этих факторов рассказали, что лучший сок выделяется, а пищи там нет. Это нерегулярный прием пищи, неправильный прием пищи. Это еда в сухомятку. Дальше. Это факторы, опять же, агрессии. Это алкоголь и курение. Нервно-психические факторы. Нервно-психические факторы, но оказывают большое влияние на развитие язвенного процесса. Есть такое даже понятие в медицине, которое называется стресс-язва. То есть язвенный процесс на слизистой оболочке желудка может возникнуть в результате перенесенного стресса. И, соответственно, при купировании этого стресса, выходе из этого стрессированного состояния, язвенный процесс может также самостоятельно и купироваться. Поэтому, соответственно, нервно-психический фактор играет очень большую роль в развитии язвенного процесса. Не модифицирующий фактор, то есть те, на которые человек повлиять не может. Это генетическая предрасположенность. Ну, соответственно, это наследство, другими словами. Наличие в семейном анамнезе язвенной болезни у ближайших родственников. А также возраст и пол. Нужно сказать, что чаще всего язвенному процессу подвержены мужчины. И где-то 4 к 1 идет преобладание язвенного процесса у мужчин в возрасте до 55 лет. После этой возрастной категории процессы развития язвы примерно сравнивается. То есть вот возраст и пол. Далее. Если говорить о характере питания, то пищи, если преобладают, жирная пища, мы про это уже говорили, та, которая нарушает процессы эвакуации пищеварения в желудке, это прием алкоголя, а также прием сладких продуктов. Сладкие продукты, ну что это, пирожные, торты, да, сахар сам по себе, в большом количестве повышают кислотность, потому что способствуют возникновению процесса брожения в желудке. Процесс брожения связан с образованием кислоты. Поэтому вот такой фактор нарушения диеты тоже является одним из факторов риска развития язвенной болезни. Итак, переходим к характеристикам язвенной болезни по типам конституции. Если мы будем разбирать язвенную болезнь, я все-таки начну с питатик, так как это выход из равновесия питатодоши. Итак, язвенная болезнь питатипа. Избыта кислоты. Мы сейчас сказали, он как бы разъедает, то есть оказывает агрессивное действие на слизистую желудку. И здесь будет очень выражено, и в симптоматике обладает чувство жжения. То есть изжога, отрыжка кислым, тошнота рвота. То есть на первом месте это ощущение жжения и изжоги. Это проявление язвенной болезни по питат типу. Если мы будем говорить о язвенной болезни вартотипа, то здесь на первый план из симптоматики выходит болевой синдром. То есть боли будут выражены сильнее, а вот жжение несколько меньше. Ну и, соответственно, если говорить о характеристике в целом вартодоши, то люди, пациенты будут жаловаться на зябкость, выраженное беспокойство, что характерно для представителей вартотипа. Вот смотрите, здесь тепло может вызвать облегчение. Но здесь очень нужно осторожно с теплом в отношении воспалительных процессов. Если же облегчение не происходит, то это пито, проявление больше по питотипу, и там никакого тепла прикладывать не нужно. Ну, если смотреть еще по нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта у представителей вартотипа, то здесь, конечно же, будут преобладать процессы, связанные с газообразованием. Воздух, да, вартотип. Это вздутие живота, это повышенное газообразование и запоры. И, конечно же, повышенное беспокойство. Капха. Язвенная болезнь капхотипа. Нужно сказать, что у представителей капхотипа язвенная болезнь встречается реже, так как капхотип более устойчив к различным эмоциональным стрессам. Так как представители капхотипа характерной отличительной чертой является повышенное слизеобразование, то здесь вот оно тоже будет отмечаться, повышенная продукция слизи. Если смотреть на основные проявления, то, конечно же, это тяжесть. Первое – это ощущение тяжести. Соответственно, это кошнота, отличие аппетита. Если посмотреть на болевые проявления, то боль тупая, опять же, с проявлением тяжести. Ну и если говорить о психоэмоциональном состоянии, которое может вызвать нарушения со стороны пищеварения в желудке, то это такие состояния, как жадность и какие-то горестные переживания. Это вот характеристика представителей капхотипа. Общие принципы диеты. То есть у лечения мы с вами не будем подробно разбирать лечение, хотя в конце я, как обычно, привожу список трав, которые способствуют, скажем, регенерации и облегчают состояние при язвенных процессах. Общие принципы диеты. Так как любое лечение всегда начинается с режима дня и диеты. Итак, диета, конечно же, щадящая. Пища должна быть мягкой. Это в основном крупы. И это молочные продукты. Продукты должны хорошо усваиваться. Алкоголь, как агрессивный фактор, курение, как агрессивный фактор, нужно избегать и исключать. Из пищи нужно исключать различные раздражающие компоненты, такие как специи. Те, которые стимулируют продукцию соляной кислоты. Ну, допустим, это все маринады, все соления, все, что содержит, допустим, уксус. Это все стимулирует продукцию соляной кислоты. И этого не нужно в этом случае. Ну, а также нужно быть осторожным в применении бананов и посленовых. Ну, посленовые, в частности, ну, что понятно, это вот, допустим, томаты не относятся к посленовым. Следующее. Мы переходим, какие такие диагностические признаки на аппаратно-программном комплексе Ведопульс могут свидетельствовать об изменениях со стороны нарушений функции желудка. И, в частности, язвенного процесса. Давайте сначала разберем в общем. Ну, прежде всего, это вкладка меридианы. Об остроте процесса всегда будут говорить меридианы, которые находятся в состоянии напряжения. В частности, нужно посмотреть на такие меридианы. Ну, непосредственно на сам меридиан желудка. Вот здесь я привожу скриншот. Плохо видно. Меридиан желудка. Вот он. Третий. Дальше. Это может быть в напряжении меридиан желчного пузыря. Меридиан поджелудочной железы. Это вот нижний скриншот. Показываю, да, меридиан поджелудочной железы находится в состоянии напряжения. Меридиан тонкой кишки. Почему так много меридианов? Ну, потому что система пищеварения, она атомофизиологически устроена так, что все органы пищеварения, они имеют общность и системы кровообращения, и иннервации. Соответственно, как бы, если есть какой-то процесс, то, как правило, будут втянуты и рядом расположенные органы. Соответственно, эти меридианы тоже могут отражать активность процесса. Итак, напряжение по этим меридианам всегда говорит об остроте. Следующее. Это вкладка «Не дана субдошу». Посмотрим модуль «Не дана», вкладку «Субдоша». И вот здесь мы можем посмотреть по разным дошам на три основные компонента. Если мы говорим о вата субдоша, то это выходит из равновесия самана-вата. Самана-вата – это непосредственно та субдоша, которая затрагивает, как бы, процессы контроля за системой пищеварения. Если мы говорим о субдоше по ПИТО, то в напряжении будет находиться ПАЧАКА ПИТО. ПАЧАКА ПИТО – это та субдоша, которая отвечает за процессы секреции и, в частности, за ферментативную активность. Как мы поняли, ферменты принимают участие в процессах усвоения пищевых компонентов. Если мы будем разбирать субдоши по КАПХА, то здесь нужно обратить внимание на напряжение КЛИДАКА КАПХА. КЛИДАКА КАПХА находится в напряжении. КЛИДАКА – это отвечает за продукцию слизи в желудке. Гиперпродукция слизи идет как адаптационный механизм на повышенную кислотность, то есть как защитный механизм слизистой оболочки желудка от агрессивных факторов. Итак, вот эти три субдоши, которые здесь обозначены, они, как правило, будут находиться в состоянии напряжения. Все три субдоши отвечают за какой-то процесс, связанный с системой пищеварения. И вот здесь, если у нас затронута сейчас речь о субдошах, я хочу сказать, что Олег Викторович Сорокин 19 февраля будет проводить вебинар, где непосредственно будет рассказывать о в целом модуле НИДАНА и конкретно будет разбирать все субдоши, рассказывать их значения и, соответственно, их изменения в различных ситуациях. Давайте теперь посмотрим уже проявления, характерных для различных представителей, то есть для ВАТА, ПИТА и КАПХА. Если мы посмотрим изменения, характерные для ВАТА, ПИТА, ну вот здесь я привожу скриншоты, мы видим, что это яркий представитель ВАТА типа. Если посмотреть на модуль НИДАНА субдоши, то в напряжении находится САМАНА, ВАТА, вот она выраженная. Если посмотреть на вкладку также в НИДАНА, но вкладка ПАНЧАМАХАПХУД, то здесь мы будем видеть, что идет напряжение со стороны энергии ветра, воздух, повышенная воздушность, вот здесь показано, да, находится состояние напряжения. И еще одним косвенным признаком нарушений пчеварения со стороны желудка мы можем теперь увидеть во вкладке БАЛАНС, там где, ну это в новой версии, если у кого старая версия, вы можете ее обновить на нашем сайте в разделе ТЕХПОДДЕРЖКА, где теперь в вкладке БАЛАНС дается характеристика пульса. Так вот, одной из характеристик пульса является ТАПАМАНА, это ОГОНЬ ПЩЕВАРЕНИЯ. Так вот, для представителей ВАТА-типа, свидетельствующая об изменении функционирования стороны желудка, является такая его характеристика, как ВИСШАМА АГНИ. Вот все, что мы сейчас с вами разобрали, это являются косвенными признаками проявления напряжения со стороны гиперпродукции соляной кислоты, то есть функционирования работы желудка. Следующее. Давайте посмотрим проявления на видопульсе, характерные для представителей ПИТА-типа. Ну, вот здесь мы видим, что это представитель ПИТА-типа. Если мы посмотрим на вкладку СУБДОША по ПИТА, то мы увидим, что это, конечно же, ПАЧАКО находится в напряжении. У представителей ПИТА-типа, так как язвенная болезнь в основном касается нарушений, связанных с выходом из баланса ПИТА, может быть одновременное проявление напряжения кледаки по КАПХА-ДОШЕ, сочетанность и ПАЧАКИ по ПИТА, и кледаки по КАПХА-ДОШЕ, то есть это как, опять же, механизм адаптации, защиты слизистой от вот такого чрезмерного, чрезмерной гиперпродукции соляной кислоты. Если же мы посмотрим на вкладку ПАЧА-МАХАПХУД, на проявление стихий, то, конечно же, в напряжении будет стихия огня. Вкладка БАЛАНС, опять обратим внимание на ТАПАМАНа, это огонь пищеварения, то представителей ПИТА-дОШЕ, будет такой показатель, как ТИКША-АГНИ. Вот этот показатель ТИКША-АГНИ, он свидетельствует, это на самом деле сильный огонь, выраженный огонь. Отсюда мы и говорим, да, проявление жжения. Следующее показание, показатели. Это проявление ПАЧА-ДОПУЛЬС, характерное для представителей КАПХА-типа. Ну, здесь мы видим опять, что это яркий представитель КАПХА-типа. Если мы посмотрим на вкладку СУБДОШЕ, то по КАПХА, мы видим напряжение КЛИДАКИ, вот, напряжение КЛИДАКИ, то есть повышенное слизеобразование, у представителей КАПХА-типа можно обнаружить, мы будем так говорить, ИИЛИ, если мы посмотрим только сейчас вот на КАПХА-ДОШЕ, может быть еще такая ситуация, что и КЛИДАКИ находится в напряжении, и АВАЛАМБАКИ тоже может находиться в напряжении, если вот только затронуть показания КАПХА-ДОШЕ, это все же, опять же, это все проявление повышенного слизеобразования. Но у представителей КАПХА-типа, если посмотреть еще на показатели ПИТА-ДОШЕ, то показатель ПАЧАКИ он здесь может быть невыражен, вот видите, находится в желтом фоне, то есть ПАЧАКА, которая у ПИТА была в выраженном напряжении, у представителей КАПХА, так как это показатель огня пищеварения, будет выражено меньше и даже может быть незначительно выражено, даже может быть, так скажем, заблокировано, а все, что касается повышенного слизеобразования, вот находится в состоянии напряжения. ПАЧА-МАХАПХУД выраженное напряжение стихии земля, так как одного из проявлений КАПХИ, но именно земля, потому что земля – это тяжесть. Мы сказали, что одним из проявлений, проявлений нарушений функции желудка, связанная с повышенной кислотностью у представителей КАПХА, это тяжесть. Если же обратить внимание на вкладку баланс, то есть на характеристики пульса, то огонь пищеварения – это всегда будет манда-агни. Что это такое? Это так называемый вялый огонь, то есть огонь такой вот умеренный, но постоянный. Нет такой яркой выраженности огня, как у представителей ПИТА, и нет огня вспышками, то очень высокий, то низкий, как у представителей ВАТ-ТОШИ. Вот это основные проявления, которые характерны для представителей различных типов конституции. Ну и еще давайте посмотрим проявления недана ТХАТУ, то есть это ткани. Тоже косвенным признаком будет являться напряжение при наличии всех тех изменений, которые мы сейчас разобрали. Это напряжение по ТХАТУ РАКТА, вот здесь я привожу опять же скриншот, где это выражено, и ослабление РАСА, ТХАТУ. То есть это свидетельствует о остроте процесса со стороны желудка при наличии тех показателей, которые мы сейчас с вами разобрали. Сейчас попытаюсь восстановить. Итак, заканчивая сегодня наш вебинар, я как обычно привожу табличку с лекарственными растениями, которые применяются при язвенном процессе. Соответственно, здесь есть травы как в принятой западной номенклатуре, так и есть и амалаги и шатавари, аюрведические травы. В соответствии с типом конституции вы здесь видите, что значок плюс это говорит о том, что эта трава показана и будет полезна для представителей данного типа конституции. Если что же стоит знак минус, то она не применяется для данного типа конституции, она будет не показана. На этом я хочу закончить сегодня вебинар. Сказать всем большое спасибо. Следующий вебинар, где мы будем продолжим все, что касается системы пищеварения, у нас будет 25 февраля. Будем говорить уже о системах пищеварения в кишечнике. Дальше, я сейчас прочитаю. А что значит живут только в пилоре? Это как вы понимаете? Это где в пилоре? Есть пилорический отдел желудка, есть пилорический сфинктер, но в пилоре, что в вашем понимании в пилоре? Да, хеликобактер в пилоре это микроорганизмы, бактерии, которые были обнаружены непосредственно в желудке и являются причиной развития язвенной болезни. Вот что за условия, они являются причиной. Ну, конечно, есть предрасполагающие факторы, так скажем, факторы риска. Они могут способствовать тому, что может возникнуть язвенный процесс и хеликобактер пилори будет оказывать свое, так скажем, разрушающее действие на слизистую желудку. Я немножко не понимаю вопрос. Что значит 12-першной кишки? Хеликобактер пилори в 12-першной кишке? Нет. Причина развития язвенной процесса 12-першной кишки несколько иная. И мы можем про это немножко, мы будем про 12-першную кишку говорить на следующем занятии, на следующем вебинаре. Ну, потому что употребление бананов приводит к стимуляции питты. Зачем они туда приползают? В чем вопрос? Вот в чем вопрос. Хеликобактер пилори зачем туда приползают? Потому что кислая содержимая желудка эвакуируется в 12-першную кишку. И в начальном этапе пищеварения в 12-першной кишке там в начале идет среда кислая. Но за счет определенных факторов, работающих там, среда эта быстренько нейтрализуется и переходит в щелочную. Такая и должна быть. Если процесс регуляции ПАЖ в 12-першной кишке нарушается, то, соответственно, там тоже будет кислая среда, что способствует развитию язвенного процесса слизистой 12-першной кишки. Нет, именно вот меридиан печени может косвенно свидетельствовать. Ой, меридиан желчного пузыря. А меридиан печени за этот процесс отвечает в меньшей степени. Ну, то есть, опять же, мы говорим о косвенных признаках, которые могут свидетельствовать. Опять же, не один, а их сочетанность. И, опять же, мы не можем ставить диагноз, мы можем только предположить, что может произойти какое-то изменение. Так вот, если мы говорим о меридианах, то из гепатобилиарной системы большая роль отводится на меридиан желчного пузыря. Хорошо, Светлана, спасибо за вопрос. У вас вопросы, как бы, утверждения. Если вы хотите, я могу вам в письменном виде ответить о Helicobacter pylori и как они появляются, и зачем это нужно, если вам так это интересно. Хорошо, договорились. Я на этом заканчиваю. Всем большое спасибо. Жду вас на следующем вебинаре. Да, они лечатся антибактериальными препаратами. До свидания. Спасибо большое, Елена Алексеевна. Дорогие участники, не забываем, что по соотношению с удержанием региан наших экспертных расширений можно будет подробнее узнать на семинаре у Олега Викторовича. Ссылку в чат я уже бросала. Для тех, кто не успел ее зафиксировать, могу повторить. Реклама на минуточку. И в этом месяце у нас очень много интересных мероприятий. Пожалуйста, внимательно изучайте расписание онлайн-мероприятий, потому что очень многие пропускают. Например, у нас есть лекция о субботах, о поведении кулинарии. В общем, читайте, развивайтесь, мы вас ждем. Спасибо всем за внимание и до свидания.